Сегодня теплый день. Мы гуляем по улицам Пензы с дочерью. Вот скверик Пушкина. Пришли сюда, напротив городской администрации. Ее там не очень видно, администрацию. Здесь наш главный кинотеатр современник. Раньше он был наиглавнейший, самый большой. А вот это здание, оно считается не то что заброшенным. Это долгострой, который никак никто не хочет отстраивать до конца. И здесь вот такие вот большие дома построили, высотки. Новые элитные дома. А вот здесь вот у нас раньше был кинотеатр Москва. Это старое-старое здание. Дом жилой, а на первом этаже кинотеатр. Он не функционирует. Его, получается, не хотят открывать. Сейчас кинотеатры не в почете. Сейчас современные, а раньше очередь была в кинотеатры. А вот издалека виднеется еще один скверик. Тоже старое здание там виднеется, которое отремонтировали. Сделали там всякие кафе. И оно функционирует. Это самые центральные улицы, поэтому тут у нас уже такая территория. Это у нас театр доктора до Пертуста. Театр Мерекольда раньше был. Зрительный зал не очень большой. Улица Володарского. Здание старинное. Все из дерева. Все деревянное здание. Вот с такими вот окна, с такими наличниками. Скульптурная композиция русской народной пословицы. Установлена в ноябре 2010 года. Компания Мегафон. И тут вокруг написано. Старый друг лучше новых двух. Так, тут что? В общем строю в ногу шагают. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Еле прочитала. Слепая. Надо сегодня заботиться о том, что будет завтра. Вот отличная пословица. Оказывается, герой скульптурной композиции, житель города Пензи. Иван Лачинов. Вот он. Вот здесь стоит. Это он, оказывается. Да, смелость города берет. Потомок первого пензенского воеводы. Бравый солдат. Известный коллекционер русских пословиц и поговорок. Очень яркий солнце. Я даже не знаю, правильно я снимаю. Но надеюсь, что все видно. А вот клумбочки какие. Наконец-то рассадили цветочки. Холодно было. Это сальвия, цинерария. А вот этот цветочек я не знаю. Похоже на маленькую космею. Вот такие вот звездочки, цветочки. Видите, какой памятник? Вот он. Его весь-весь-весь уже до блеска. Рукоятку вот этой сабли. И вот этот вот ноготь означает, что пензиак толстопятый. Аж разорвал носок. Пензиак толстопятый. Рождение этого высказания. Народная молва приписывает Александру Васильевичу Суворову. Во время перехода русских войск через Альпы в 1799 году почти все солдаты, кроме пензенских, растерли ноги до крови. На просьбу Суворову объяснить эту обстоятельность пензиаки показали ему носки с двойной пяткой, которые вязали в их краях. В ответ Александр Васильевич воскликнул. Ну и младцы пензиаки толстопятые. И это Александр Васильевич Суворов. А рядом с ним пензиак толстопятый. Посмотрите, какой у него нос. Блестит уже. Блестит от того, что его гладят все. И местные, и бывают иногда у нас и туристы. Вот старое здание, которое сохранилось и функционирует. Бизнес-центр империя и кафешки внизу. А это у нас областная администрация. Уже площадь готовит к празднику, дню города. Эта площадь будет праздничная, 12 июня. Вот такие здесь стоят горшки, большие вазоны. И в них посажены туи. Говорили, что их уберут, потому что неправильно сделали туи. Не перезимовывают. Но смотрю, перезимовали. А вот там вот в серединочке спиреи растут, мне так кажется. Какая-то туя выглядит... Это не туя, наверное, это можжевельник. Нет, это туя. Какая-то выглядит не очень. Развалилась. Видите, верхушка развалилась. Это тоже сорт, наверное, такой развалился. А вот какая, смотрите, шикарная. А вот эта выглядит отлично. Сорт другой. Поэтому так выглядит. Спирея. Вижу, он цветёт. Спирея. Это спирея цветёт. Но не знаю сорт, название не знаю, потому что тут всё-таки какой-то коричневый лист. А цветёт, как моя, мне кажется, так же цветёт. Здание областной администрации. И там вот старая улица, называется улица Кирова. Памятник Ленину. А как же без него? А здесь будут барахоточки. Ну, барахоточки, конечно, шикарные. И вот, видите, в серединочке этот же цветочек. Ну, дай бог, он прижился бы. Всё хорошо. Я думаю, что он распустится и будет отлично выглядеть. Это вот наша центральная улица. Улица Московская. Она пешеходная практически вся. Вот там вдалеке виднется храм. Новый его отстроили только недавно. Долго строили. Храм. Собор большой. И вот я поворачиваюсь. Вот так вот. И вот там вот конец этой улицы. И она вся пешеходная до драмтеатра. А вот ещё одна скульптура. Колечко. Всё блестит. И это мастер-ювелир. Тут у нас дом ювелира. Раньше был магазин «Жемчуг». Один-единственный, наверное, был ювелирный магазин. А сейчас вот у нас вот такую скульптуру сделали. Композицию скульптурную. Вон даже котик какой-то тут трётся. Мастер-ювелир точно. Ломонос Владимиру Евгеньевичу посвящаю. Вот это кто, оказывается? Вот это здание отстроили. Точнее, даже надстроили. Это был пассаж двухэтажный. А сделали четыре этажа. Называется теперь он «Торговый центр пассаж». Вот вдалеке виднеется из кирпича красное здание. Это старинное здание. Оно функционирует. Раньше в нём был рынок центральный. Здесь продавали продукты, питание. Но это было давно-давно при царе Горохе. Вот тихий дворик какой в Пензе. Кто-то сажает цветы тут, я не знаю. Но это, скорее всего, город сажает. Тут не могут сажать жители. Я не думаю, что тут жители сажают цветочки. А вот у нас драмтеатр. Он у нас новый. Его отстроили, потому что старый сгорел. Старый был, конечно, не так, может быть, выглядел снаружи. Но изнутри он был шикарный. Вот лошадка стоит. Лошадка Бони. И такая лошадка. Девочки занимаются бизнесом маленьким. Старое здание рядом с драмтеатром. Раньше была гостиница Сура. Когда я приехала в Пензу первый раз, я в этой гостинице заночевала. А теперь тут гостиный двор. Торговый центр. Вот сквер Белинского. Цветут пионы. Ой, какие красивые белые. Такой я ни разу не видела цвета. Ой, какая красота. Там несколько. Ну, эти петунии, это петунии. Понятно. Смотрите, какие белые красивые пионы. О, их только отсюда будет видно. Близко к ним не подойдешь. Розовое, это розовое. Белое, это какая красота. И вот по бордюрочку пионы. Это не совсем розовые, а такие бледно-бледно-розовые. Тоже красивые. Ну вот мы и нагулялись. Пришли на центральный рынок остановка СУМ. Центральный универсальный магазин. Улица Кирова. Старые черта города. Старые дома. Четырехэтажные стоят. Вот такой вот у нас получился маршрут.